На ужин сегодня я для Димы готовлю еще дополнительно капусточку, просто капуста, перец и соль. Все, сильно обжаривать не буду, слегка, чтобы стала мягенькая. Сегодня, ребята, вторник, 4 апреля и вес 104-200, после того, как я ела два дня рис. Перевзвесилась второй раз 104-200, 4 апреля, повторяюсь, это после нашей рисовой диеты, минус 800 грамм. Сижу в зале на диване, читаю новости свежие, и утро у меня начинается со стакана теплой воды. Тошенька сидит на балкончике, ребята, у нас сегодня минус 7 градусов, но вот сосулечки с крыш потихоньку капают, потому что солнышко светит, а так прохладненько. Тошка балдеет, а мама начнет делать зарядку до завтрака. Я уже на тренажере. Сегодня у нас 4 апреля, и перед завтраком побегаю. Дистанция 12. Жали мы 60 минут 40 секунд. Большие молодцы. Я думаю, 60 минут достаточно. Сейчас пойду попью водички, умоюсь, и будем завтракать. Не смогла я, ребята, за 2 дня съесть ту порцию риса, которая у меня получилась, но как надо. По рецепту же было 1 стакан риса и 250 грамм кураги. В общем, я вчера не доела, но продукты я выбрасывать не люблю, поэтому сегодня на завтрак я все-таки этот рис доем и выпью чашечку цикория. Всем приятного аппетита! Время у нас практически тоже 12.06. Ну, в общем, в 12 часов я теперь всегда завтракаю. Ну и после нашего риса чашечка цикория с молоком. Сижу, ребят, распарываю старую молнию с Диминой рабочей куртки. Вот она была такая, а сейчас будет другая. Ну вот, ребятушки, так я иголочками закрепила. Все, осталось мне только прострочить. Ну вот так вот у нас курточка на работу получилась. Можно носить. Скоро тепло будет, можно носить. Техника работает из города, снег вывозит. Вот здесь все без палок. Гуляю по своему любимому лесочку, ребята. На улице распогодилась. Вечеру, конечно, подморозит. Но сейчас минус 1 градус. Хорошо. Я дома все делишки переделала и пошла погулять. На обратном пути зайду в магазин. Надо купить сметаны, творога. И хочу посмотреть какое-нибудь масло. Льняное или кунжутное. Вообще посмотреть, какие в магазине цены. Если очень дорого, то закажу, наверное, на Озоне. Хочу попробовать. По утра у меня раньше мама всегда так утром просыпалась, пила воду, а потом выпивала чайную ложечку масла. Разного, чередовала. Я вот пью масло, пока только оливковое у меня заканчивается. Совсем там на донышке осталось. Вот хочу посмотреть цены на масло, докупить. Все, курточку одну зашила. Сегодня Дима еще мне там с работы принесет халтурку. В общем, занимаюсь делами. Такими мелкими хлопотами. Все, ребятки, гуляю. Чуть-чуть приостановилось. Сразу стало прохладно. А вот пока идешь в таком быстром темпе, тогда же жарко становится. А здесь везде деревья. Солнце мало попадает, поэтому и не жарко. Я зашла, ребята, домой. Восемнадцать ноль шесть. И мои покупочки. Зашла в магнит. И что я купила? Так, рис националь. Бурый и здоровый. Сто двадцать два девяносто девять. Сметанка. Семьдесят три тридцать девять. Масло сливочное. Тысяча озер. Сто восемьдесят грамм. Сто сорок четыре сорок девять. Творог. Триста грамм. Девяти процентный. Сто пятьдесят девять девяносто девять. И масло льняное. Сто двадцать девять девяносто девять. Еще был пакет за восемь рублей. Итого, ребята, вот ничего не купила. А шестьсот тридцать девять рублей тридцать четыре копеечки. Вот за этот мизерный наборчик. Батюшки. Шестьсот тридцать девять тридцать четыре. Сегодня у меня, ребята, уже полноценное питание. Ну, завтрак у меня был, конечно же, остаток риса. А ужин уже прям хороший. Капусточка и мясо с овощами в томате. Время восемнадцать двадцать. Моя еда разогрелась. И всем, ребятушки, приятного аппетита. И доброго вечера. И сладких вам снов. Будьте бодры и веселы. И подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы видео вам приходили вовремя. И если не трудно, ставьте лайки.